К вопросу Владимира Путина, к фигуре Владимира Путина, почему тогда русское общество и потом тоже приняло как популярного лидера Владимира Путина? Чем это все обусловлено? Его никто не знал. И несколько месяцев, пока он был премьер-министром, была осуществлена просто такая довольно циничная и жестокая операция. Были организованы взрывы домов и общество в первый раз, в общем, в новейшей истории России, обществом начали управлять с помощью мобилизационной технологии. То есть общество фактически запугали. И возникла потребность в лидере, который мог бы противостоять агрессии по существу. Эта мобилизационная технология, она была использована и позднее. Она, к сожалению, очень понравилась этой группе. И во многом война в Грузии объясняется тем, что Кремлю нужна эта мобилизационная технология. Нужно концентрировать власть, нужно общество запугать так, чтобы никто не думал о том, что экономика в ужасном состоянии. Падает рубль, вся Россия зависит, вся экономическая жизнь в России зависит от курса рубля и от цены на нефть. Еще один такой большой вопрос. Путин и Грузия. Ну, известны геополитические интересы России, что в Москве так желают, в Кремле, что Грузия вошла в сферу влияния России. Но чувствуется как-то личная также ненависть Путина к Грузии. Что вы об этом можете сказать? Чем это обусловлено? Главная причина, конечно, это то, что Михаил Саакашвили вел себя как независимый, сильный политик, который принимал самостоятельные решения, не советуясь с Путиным. И тем самым очень сильно его раздражал. И если политики Украины, например, ведут себя менее независимо, как мы знаем по многим последним примерам, то гордое независимое поведение сильного лидера, который пользуется поддержкой народа, Михаила Саакашвили, это очень сильный раздражающий фактор. Путин не может похвастаться такой искренней поддержкой народа, как Михаил Саакашвили. Это ревность, это зависть. И, конечно же, тот путь, который выбрала Грузия, и какие-то, может быть, начальные успехи на этом пути, это очень сильно раздражающий фактор. Но это единственный, мне кажется, путь для Грузии независимость. Константин Натальевич, вот очень много статей, очень много передач о том, кто сегодня первое лицо в России. Иногда говорят, что существует команда Владимира Путина, а существует команда Дмитрия Медведева. Такой подход к вопросу, это миф или реальность, что две команды сегодня в Кремле? Противоречия есть, они видны. И недалее, как вчера, президент Медведев отчитывал одного из ближайших к Путину людей. И довольно жестко. Но это противоречие внутри команды. При победе или перемещении центра тяжести из одной группы в другую ситуация, к сожалению, не меняется. Вот.